В минувшую пятницу состоялся концерт в рамках проекта «Саусах Тарсюледа». Дети с ограниченными возможностями вместе с родителями выступили на одной сцене и пели песни. Этот проект запустили в нашем городе еще летом, но он уже дает свои плоды. Подробнее о материале моего коллеги Жасана Жалбакова. В настоящее время более 30 человек получают образование в рамках данного проекта. Его цель состоит в том, чтобы установить крепкие взаимоотношения между ребенком и родителями. И на этой сцене они показали свои результаты в ходе обучения. Одна из тех, кто участвует в проекте – Адиза Жуламанова. Ее дочь – Сабина. У меня дочь с ограниченными возможностями. Ей 11 лет. И чтобы общаться с ней, мы решили изучить язык жестов благодаря проекту «Саусах Тарсюледа». Спасибо тем, кто его организовал. Благодаря проекту мы нашли с дочерью общий язык. Я услышала о проекте от учителя и с радостью записались в тот же день. Здесь учат языку жестов и составлять предложения. А в ходе концерта мы с дочерью пели песню «Анамин Бала». По словам организаторов, несмотря на то, что государство создало условия, отношения между родителями и особенными детьми хромают в нашем обществе. Причиной является незнание языка жестов, что и приводит к недопониманию. Именно поэтому и был создан данный проект, чтобы родители смогли понимать и свободно общаться с ребенком. В этом году мы решили взять эту проблему в свои руки и решить ее. Представили идеи городскому Акимату. Поддержал нас городской отдел занятостей и социальных программ. Безусловно, государство создает условия для особенных детей. Действуют специальные детсады, школы и интернаты. Дети там обучаются в том числе и языку жестов. А родители в большинстве случаев его не знают. В результате из-за этого дети злятся на родителей. Но теперь, благодаря этому проекту, мы поэтапно решаем проблему. Мама и папа заинтересованы в этом. У нас уже более 30 родителей обучаются. Это говорит о том, что они искренне хотят понять своих детей. Кстати, сейчас в рамках проекта работы два сурдопедагога и один психолог. Шасан Жалбаков, Армандус Магомбетов, телеканал Актубе.